Приветствую вас, вы писали мне личное сообщение, жаль, что не ответили, вот, но тем не менее, смотрите, во-первых, что это касается наркозависимости вашей, то есть к наркологу, к врачам, это как бы не компетенция. Дальше, значит, вы пишите о том, что развились с мужем, после чего, соответственно, начали принимать наркотики, вот, и у вас только не приятно, я так понимаю, употреблял наркотики, думал, а мужа перестал обсуждать только приятные воспоминания и семена жизни, поэтому слезы, истерики, ощущения не нужны. О чем это говорит? О том, что вы не оцените себя в первую очередь, о том, что вы не ориентируетесь на себя, о том, что вы отрицаете себя, о том, что вы растворялись в своем муже, о том, что вы чересчур в нем нуждаетесь. Вот вы говорите, да, ощущения не нуждности. Так, а почему вы хотите быть кому-то нужной, я? Почему вам это важно? Потому что вы не нужны себе. Восстановить отношения не получится, пишите вы так, родители категорически против, уверены, что именно с ним начали принимать, да и я сама не уверена, что были счастливы с ним, поскольку была бы счастлива и не ушла бы от него. Здесь есть противоречия, смотрите, с одной стороны, вы хотите отношения восстановить, зачем и для чего. Второе, вы явно зависимы от мнения родителей, то есть тут необходимо эмоционально сепарироваться от родителей, вот. Именно с них началась ваша такая вот неуверенная позиция по жизни, в том числе и по отношению к мужу. То есть вы зависимы от их мнения, а значит не уверены в себе, а значит обесцениваете себя. Так, дальше, даже сама не уверена, что будет счастлива с ним. Вы не будете счастливы ни с кем, я, но вам нужно быть счастливой самой по себе, а для этого необходимо ориентироваться исключительно на то, что хочется вам и на то, что важно вам. Для этого вам другие люди не нужны. То есть здесь принципиально деструктивная позиция в том, что вы хотите быть с кем-то счастливой. Так, как найти в себе силы, чтобы начать жить? Ведь сначала разобраться в своих чувствах и, собственно, отграничить себя от других людей, поработать с самооценкой, со страхами одиночества, вот, вероятно, над принятием себя. Дальше будет видно. Вот. Зависимо не только от наркотика, но и от него тоже. Ну, зависимость, это, соответственно, потребностная сфера, то есть сфера желаний. Вот, со сферой желаний и нужно работать. Недоровое чувство любви, недоровое отношение. Ну, это не любовь, это, еще раз повторяю, а именно потребностная сфера, вот. Разберемся, разберемся с потребностной сферой. Я полагаю, вам будет легче уже действовать в соответствии со своими желаниями и потребностями. Вот. Но если принимаете наркотики, то имеет смысл обратиться сперва к наркологу, чтобы он помог вам очиститься, скажем так. А уже после этого вы обращаетесь на психотерапию и работаете. Можно здесь, прямо на сайте. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.